друзья приветствую вас давайте рассмотрим что происходит что ждать на открытие по российскому рынку так вот палладе рисует разворотную формацию донышко такое не дошел он до 1500 куда он должен был приземлиться соответственно вот это донышко он рисует и цель движения из этого донышко находится на 1924 потом 2000 если такое движение состоится то естественно сейчас пробивать 1885 и здесь закрепляется это будет позитив для норильского никеля так далее золото золото у нас почти почти все но не все цели отработала осталось ходить на 1740 далее если здесь закрепиться будет повторный штурм 1788 так но здесь видите не дали ему провалиться уйти под 1680 и там остаться то есть к золоту есть интерес есть спрос последняя торговая сессия рост на объеме отбой от сильного уровня и сегодня скорее всего по золоту я думаю будет либо бы боковичок либо корректирующие движение если никакого трешака там с китая не разразиться то скорее всего по золоту будет боковик давайте посмотрим еще часовой таймфрейм ну а вот часовой таймфрейм он не указывает на то что по золоту сегодня будет корректировка здесь рисуется треугольник и поэтому здесь будет диапазонная игра сейчас пока идет проторговка от 1722 до 1733 а как только будет пробой верхней границы на объеме пойдет отработка цели 1743 потом 1760 если здесь закрепиться и на счет торговаться если будет пробой нижней границы 1722 1723 то здесь у нас есть привлекательная цель для движения вниз это 1713 где можно перекурить отдохнуть набрать позиции определиться что делать падать дальше на 1700 или после до набора позиции выстрелить назад на 1727 и попытаться осилить 1742 поэтому по золоту здесь но с учетом этого выстрела здесь только диапазон и реакция зависимости от преодоления верхней нижней границы диапазона но смысл золотом вы поняли то есть его завалить не дали скорее всего не дадут судя потому как начали его выкупать и вполне возможно что ближайшем обозримом будущем как некоторые армагеддон щеки по золоту прогнозируют там 1200 800 и 700 я думаю мы не увидим по золото здесь по золото в лучшем случае будет или проторговка может быть его и свозят на 1382 но я думаю с учетом того как развивается событие даже такое движение она на текущий момент видится маловероятно здесь скорее всего будут может быть небольшие откаты проторговки потом снова рост потому что напечатанные деньги самый эффективный способ куда их девать это либо золото либо теперь наверное это биткойны как альтернатива но которая имеет ряд ограничений у нее хуже ликвидность но помимо этого есть еще драг металлы серебро платина палладий но у них манеритарные функции все-таки немножко хуже нежели у золота так далее rgbi доллар евро рассмотрели в предыдущем выпуске что касается rgbi посмотрите вот здесь ситуация она конечно не очень устойчивая потому что здесь двойная вершина правда пока перехали не было должен быть перехали коктейли любой двойной вершиной наличие перехали если нет перехали то двойная вершина как правило не реализуется и здесь вот смотрите какой есть момент объема не очень велики то есть вот эти все объемы они небольшие и текущий объем тоже небольшой я не думаю что сегодня от купит то что не от купили за всю неделю это говорит о том что рынок он ну скажем так не особо заинтересован в этом инструменте то есть фактически сейчас парение верху с выключенным двигателем идет который в любой момент может обернуться снижением первая цель это 150 и далее далее 145 ожидает вот этот диапазон 145 141 если такое движение сейчас реализуется для рубля это будет не очень хорошо но все таки я думаю какое-то время здесь могут его поддержать могут поддержать и но наверно по рублю у нас будет определенный выпуск на выходные там обсудим ближайшие тренды сегодня скорее всего здесь ничего существенного никакого влияния на рубль доллар не будет а по поводу среднестрочной перспективы мы ближайшее время обсудим так но далее газпром газпром у нас находится в боковике как и большая часть инструментов по нашему рынку что здесь могу сказать но здесь должно быть либо пробитие нижней границы 182 с половиной по 183 с половиной 183 183 с половиной как только это пробитие будет сразу инициируется движение цель которого 176 172 вот сюда вот в этот диапазон если возникает пробитие верхней границы то здесь как бы вполне как бы ожидаемо движение в район 200 205 вопрос как и когда будет выход из этого диапазона держит его достаточно ровно видите даже по объем здесь плюс минус идет в общем-то схожие объемы на одном уровне и это говорит о том что скорее всего наверное его все таки какой-то выстрел наверх будет потому что обычно такие проторговки они приводят к резкому выходу наверх так на дневной таймфрейм здесь у нас чистейший боковик 185 190 с половиной то есть прям вот short long short long со стопом так на часовик с учетом закрытия здесь скорее всего будет отбой уход наверх на сто восемьдесят девять сто девяносто один и сценарий роста с утра не сработает если будет пробой сто восемьдесят четыре с половиной вниз то есть если пробой на объеме то вот это движение на сто девяносто она аннулируется если соответственно такого пробой не будет то здесь общем-то все условия для отскока и поэтапного отработка цели сначала сто восемьдесят девять потом сто девяносто один то есть по газпрому ситуации она вполне как бы позитивная на утро и в случае пробоя 191 движение на сто девяносто четыре вот сюда вот там есть определенные корпоративные новости связанные завершением строительства второй ветки северного потока они могут определенным образом влиять вот но я думаю все таки сейчас боковик и скорее всего мы сегодня вот сюда вот куда-то сходим так на по сбербанку схожая картина как и по другим инструментом здесь все упирается в пробитие 200 вот как только он 200 пробивает следующий цель движения 205 206 если пробитие нижней границы 195 то это проведет движению на 190 189 так но если мы рассматриваем часовик здесь одной стороны пробой восходящего тренда с другой стороны в рамках вот этой новой сформировавшейся консолидации возврат к нижней границе консолидации 195 195 с половиной здесь скорее всего с утра прям будет отбой и движение с целью 198 200 вот сюда вот в этот диапазон в том случае если с утра пойдет провал и пробой 195 194 с половиной тогда вот этот рост он будет аннулирован и здесь уже всего каких-то необъяснимых непонятных причин пойдет движение цель которого будет 193 с половиной потом 192 с половиной скорее всего как по газпрому отсюда будет отбой движение на 198 200 с утра мы чтоб если пробивается 194 с половиной так друзья далее северсталь на северсталь с учетом позитива по китаю и по китайским металлургом а также потому что подошли вчера к сильному уровню который в районе 870 находится локально сильный уровень здесь я думаю с утра прям будет движение на 882 если здесь будет удержание проторговка то следующая цель движения 890 892 в том случае если с утра мы увидим пробития 868 866 то здесь уже будет уход на 860 я думаю вероятность такого сценария невелика с утра скорее всего реализуется отработка цели 881 возможно 890 так нас гмк за ситуация несколько не определенная с одной стороны он находится в боковике с другой стороны рос палладий но пока небольшой с утра его мне кажется лучше не трогать потому что до верхней границы не дошел палладий немножко за за ночь вырос но с момента того как было закрытие то есть там вообще рост не очень большой порядка 20 или 30 долларов вот но на общем позитиве его вполне могут потащить на пробитие этого уровня отработка цели 20500 и потом тестирование 20 тысяч 850 вот однако здесь таких драйверов не вижу потому что по палладию здесь получается не такой большой ход для того чтобы было пробитие движения наверх бумага все-таки достаточно такая тяжеловесная консервативная вот ходит она по большей части с большей корреляции за палладием вот но тем не менее на фоне позитива российского рынка с утра может он сходить вот сюда и вот сюда но я бы его сейчас не рассматривал потому что по нему достаточно неопределенная ситуация здесь в общем то у него боковик у как и у всех инструментов но не с другой стороны боковик он с палладием очень взаимосвязан поэтому я думаю здесь лучше посмотреть куда он выйдет и потом что будет спал один если по палладию сегодня пойдет рост его даже выйдет куда-то сюда сходит то скорее всего в дальнейшем гмк сегодня будет расти вслед за палладия а пока лучше его мне кажется не трогаться так на пвтб наверно все-таки двойную вершину не дорисуем то есть для того чтобы была двойная вершина и соответственно движение на высоту до реакционного дна вниз то есть куда-то сюда на 34 721 здесь судя потому что позитив на рынке скорее всего разовьется движение в рамках вот этой консолидации и пойдет отработка 35 915 и там случае пробоя движение на 36 557 если все-таки что-то пойдет не так и он спустится в район вот этого реакционного дна и здесь начнется проторговка тогда самое ближайшее время сходим на 34 716 на плюс-минус вот сюда вот в этот диапазон вот но вероятность такого такой реализации сейчас я думаю невелика здесь скорее всего вот эта проторговка она сработает в плане движения к верхней границе пробои и потом возможного роста так но по рост сетям много вопросов недельный таймфрейм на самом деле бумага выглядит очень сильно по цели у нее движение 1,65 то есть я думаю при малейшем скажем так движение на рынке тучу прям сразу сюда он несет выглядит она достаточно сильно хотя здесь есть такой момент у нее есть уровень который одна целая две десятых 1 целый 8 1 целый 18 вот если при корректировке он будет пробит на объеме то скорее всего весь этот рост сломается и она пойдет возвращаться вот сюда в район единицы но пока этого не произошло он достаточно мощно держится давайте сейчас дневку посмотрим так на поднивки здесь пока идет консолидация консолидация в диапазоне 1 целые 28 с половиной 1 целые 33 с половиной вот но здесь из этой консолидации ближайшее время конечно же будет выход давайте сейчас посмотрим куда вам скорее всего будет по часа веку так ну вот у нас часовик вот смотрите сейчас пока идет понижательное движение но вот это понижательное движение если рассматривать там контент контент одного двух дней вот если не будет сегодня про более на целые 28 то вот здесь эти разворотные формации они сработают в плане того что начнется движение вверх вот как только будет закрыта эта цель 1 целые три десятых и здесь пойдет про торговка вот отсюда высока вероятность сразу движение на 1 целый 31 54 и здесь по факту закрепление тестирование двойного хая на целый 34 если пойдет пробой вот этого диапазона на целое 2850 одна целая 28 то здесь скорее всего пойдет сразу движение цель которого будет 1 целый 2416 и далее если здесь в этой консолидации движение цены удерживается то есть не наступает пробитие 1 целые 23 то здесь по факту набора позиции произойдет отскок и возврат в этот же диапазон вот сюда вот но сейчас я думаю пытается она наверное судя по всему развернуться потому что она пришла на уровень предыдущий набор позиции по факту раздачи и в таких ситуациях очень часто по факту следующего до набора организуется движение наверх тем более сейчас позитивный внешний фон есть все условия для того чтобы эту бумагу немножко свозить наверх так далее русгидро на смотрите русгидро нижней границы про торговки с утра на фоне общего позитива здесь наиболее вероятный сценарий движения на 64 и случае пробития 64 движение на переходе 6474 если что-то пошло не так и будет пробой 6312 в этой ситуации движение вниз разовьется и цель его будет вот сюда вот 62 такой сценарий сейчас маловероятен скорее всего отсюда пойдет движение вверх тестирование верхней границы консолидации 64 и пробитие и возможно зайдет на 6474 так далее по мтс был вопрос на смотрите здесь ситуация одинаково сейчас все увязну в боковике о мтс пошел растущий тренд но этот растущий тренд он сейчас вроде бы уперся в верхнюю границу консолидации и здесь смотрите вот сейчас развивается движение вниз цель его 318 317 с половиной однако сейчас на фоне достаточно позитивного открытия вполне может быть движение с тестированием на пробой 322 и если такое вдруг произойдет то есть он пробьет на объеме 322 то здесь у него верху цель движения будет 328 330 вот здесь есть определенные меточкой сюда он пойдет закрывать цели но здесь разворотная формация на часовике и вполне как будут это движение может быть движением в рамках вот этой консолидации с целью 318 317 с половиной то есть хождение вот в этом диапазоне поэтому с утра лучше за этой бумагой посмотреть также как за гмк здесь в общем-то ясности нету с одной стороны позитивный внешний фон и цель который прям рядом болтается на 329 с другой стороны как бы здесь это обозначилась разворотная формация от сильного уровня который в данном случае выступает 322 вот и поэтому с учетом того что бумага это считается типа защитной то есть она как бы двигается немножко сама по себе в некотором ключе поэтому здесь посмотрите вот если она пробивает 322 323 и объем пошел высока вероятно что пойдет на 329 330 вот если здесь сейчас не пойдет движение вверх то наиболее вероятно что она пойдет сегодня на 317 половиной здесь и соответственно с коротким стопом можно брать и ждать когда нас хочет на 322 то есть она сейчас в коридоре заперта ну и на фоне общего позитива рву конечно может быть но пока это под вопросом так друзья все спасибо за внимание